Людмила Путина Драм-кружок, попытка поступить в театральный. За год сменила несколько профессий. Два года технического вуза, курсы бортпроводников, стюардесса. В 1981 году поступила в Санкт-Петербургский университет, факультет романской филологии, специально сфилолог-романист. В 1983 вышла замуж за Владимира Путина. Свадебное путешествие по Прибалтике, а по возвращению поселились у родителей Путина в небольшой двухкомнатной квартире на проспекте Стачек. В 1985 году у них родилась первая дочь Маши. 1986 год. Германия. Дрезден – новое место службы мужа. В Дрездене у супруга родилась вторая дочь Кати. Ленинград. Кафедра повышения квалификации учителей при ЛГУ. С 90-го по 94-й она преподавала немецкий язык, подрабатывала переводами, воспитывала дочерей. Все домашние заботы на ее плечах. Она научилась водить машины, возить девочек в школу и на кружки, занималась закупками продуктов и другими бытовыми делами. Она – инициатор создания Центра развития русского языка, владеет немецким, испанским, французским, португальским языками, интересуется театральным искусством, музыкой, любит романсы, увлекается теннисом и горнолыжным спортом. 28 октября 1993 года она попала в аварию, перелом позвоночника, повреждение спинного мозга, перелом основания черепа, операции, долгая реабилитация. После этого она стала очень религиозной женщиной. В 2000 году Путин был избран президентом Российской Федерации, Москва. Людмила несколько дней прорыдала, прекрасно осознавая всю степень ответственности на новом посту и то, каким образом это отразится на их семье. Так и случилось. Занятый важными государственными делами, он практически не видел жену и дочерей. В статусе первой леди она появлялась крайне редкого. Скромный и непубличный человек она продолжала заниматься научной деятельностью и в 2002 году была удостойна премии Якоба Гримма за вклад в изучение немецкого языка в России. В 2013 году Людмила и Владимир Путин официально развелись. Дочери выросли, окончили университет, вышли замуж. У каждой своя жизнь. Маша ведущий специалист эндокринологического научного центра в Москве. Катя проживает, вероятнее всего, за границей. Чаще всего ее видят на южном побережье Франции, где находится роскошная вилла, оформленная на ее имя. Новость о том, что бывшая супруга президента вышла замуж, стала неожиданностью. Ее новый муж, председатель правления центра межкультурных коммуникаций Артур Очередный, моложе на 20 лет. От предыдущего брака у него остался маленький сын. Сами они от комментариев по этому поводу воздерживаются. В марте 2017 года их заметили в лондонском аэропорту Хитруу. А вскоре появилась информация о приобретении Артуром Очередным роскошного особняка по соседству с младшей дочерью Путина на южном побережье Франции. Знаете, я больше не строю планов. Раньше строила, и когда они рушились или не сбывались, мне было всегда ужасно больно, плохо и обидно. А потом я поняла, проще всего, чтобы не было разочарования, не строить планов.